Сирийская армия при российской поддержке с воздуха накануне смогла пересечь границу провинции Ирака. Там находится столица ИГИЛ. Но при этом, говорят военные, до боев за саму столицу еще далеко. При том, что исламисты перешли в наступление под Алеппо. Там сейчас тяжелейшие бои. Террористы вторые сутки ведут артобстрелы, стреляют причем не только минами, но и газовыми баллонами, начиненными металлическими шариками. Наступают тяжелые бронетехники, причем из тех районов, где в перемешку с террористами базируются и подписавшие мирный договор командира. Поэтому ответить с воздуха пока невозможно. Большинству пострадавших помощь оказывают сирийские врачи и российские военные медики. Но в особых случаях раненых приходится везти в Москву, как 11-летнюю Зидру Заруру. При обстреле под Алеппо погибли ее сестра и племянник. Зидра осталась без ног. Но сирийские врачи смогли оказать лишь первую помощь. Раненых так много, что проводят только операции, спасающие жизнь. Когда в больницу прибыли российские военные врачи, было принято решение отправить ее в Москву первым же военно-транспортным самолетом. Девочке предстоит долгая реабилитация и протезирование в российской детской клинической больнице. А пока ребенок, переживший кошмар войны, просто учится улыбаться заново. Я надеюсь, что с нашей помощью эта девочка преодолеет вот этот жуткий психологический страх, стресс. И мы сделаем все возможное, чтобы здесь ей было комфортно. И чтобы смогла ходить, да? Ну, конечно. Продолжение следует... Продолжение следует...